Всем привет, дорогие мои любимые зрители! Добрый день! Сегодня мы с Галиной встретились для того, чтобы пойти и познакомиться с очень интересной женщиной. Я думаю, она произведет фурор на моем канале. Как ты думаешь, Галина? Однозначно. А потом мы к ней напросимся в гости и поснимаем еще что-нибудь, да? У нее. И там будет много вкусного и полезного. Очень интересная женщина, вы даже себе представить не можете. Так что наливайте кофе, чай, запасайтесь печенюшками и мы отправляемся сейчас, да? А также нас, ладно, назовем имя Маруся, да? Шеф Маруся. Шеф Маруся, да. С ней познакомит Андрей из Optipeline, да? И покажет еще свои новинки. Но сначала мы же не можем оставить без своих аутфитов осенних. Дорогие друзья, прежде чем вы посмотрите наши аутфиты и познакомитесь с супер уникальной женщиной Марусей, хочу рассказать вам о том, что в Opticeline наступает осенний цинопад. Да, параллельно с осенним листопадом. Скидка по моему промокоду Марина будет действовать до 31 октября этого года и составит 20% на весь заказ оправа плюс линзы. И 50%, представляете, 50% на оправы из прошлых коллекций. Opticeline, который вы уже все прекрасно знаете, находится на улице Бассейная 45, метро Парк Победы в Санкт-Петербурге. И также есть интернет-магазин. Ссылочку я оставлю обязательно в описании. Даже сейчас есть такая функция, что за 30 минут, Андрей, да, вы делаете? Да, всемирно. Кому нужно срочно. Кому нужно срочно. В общем, заходите на сайт, приезжайте на Бассейную 45, выбирайте самые модные, самые крутые оправы. Есть новая коллекция титановых очков. В единственном экземпляре. В единственном экземпляре, да. Ну, а теперь смотрим сам ролик нашей аутфиты. И не отключайтесь, досмотрите этот ролик до конца, чтобы обязательно познакомиться с уникальной Марусей. Так, ну, дорогие друзья, мы видим на мне супер-пупер джемпер, который ко мне сколько, Галина, ехал? Полтора года из Америки, да. Это бразильский бренд Farm Rio. Как-то надо показать его, да, во всей красе. Посмотрите, какие здесь цвета, каких только нет. И ногти, смотрите, какие. Решила сделать кошачий глаз. А что это за ткань? Слушай, ну, это какой-то хлопок. Забавление, мне кажется, синтетики. Да, это очень дорогой бренд. Бразильский Farm Rio. Вот. В Сохо магазин в Нью-Йорке. Кто хочет, так сказать, пожалуйста, отправляйтесь. Там очень интересная одежда. Причем здесь все продумано. Посмотрите, какое сочетание принтов. Всякое разное. В прошлый раз я бордовые брюки надевала. Сейчас решила надеть осенние бежевые. Вот такие. И к ним обратите внимание. Так, кто давно смотрит мой канал, вы узнаете. Это ботильоны манго замшевые, натуральные, которые я сама расписала. Расписала, внимание, сконцентрируем внимание. Эти я сама их расписала. И теперь они сюда, вы скажете, не подходят? Подходят. Почему? Потому что вот здесь, видите, да, здесь тоже есть анималистический. Ты не перестаешь меня удивлять. Анималистический принт, да. Господи, эти женщины все подвластно. И синяя сумочка, это старая иконика. Она с этой стороны замшевая, да. С этой просто, ну, как бы синяя сюда, да. Ну, и, конечно же, к такому прекрасному, к такому прекрасному наряду я надела, конечно же, золото инков. Да, вот эти вот мои прекрасные украшения позолоченные. Тут вот еще тоже черепашка, колечко, это остатки помады. И два индейца вот здесь вот, видите, целое племя. А в ушах лягушки. Это тоже индейский. Это к удаче, к деньгам. К деньгам, к удаче, в общем, ко всему. Да, вот такой вот осенний. А вот всегда подумала, что как раз надо доставать этот свитшот, когда же его носить еще, как не осенью. Ну да, потому что здесь такая пройма, что будет проблемно с верхней одеждой. А так смотрится очень хорошо. Молодец. И, конечно же, на мне очки оптики Lime, которые сюда просто идеально вписываются. Видите, тут вот этот бордоленький цвет есть, в общем, матовые. У тебя же, Галина, тоже такие есть, только серые. Немножко отличаются. А я серые тоже хочу, они мне тоже очень нравятся. Тоже будут подходить под любой аутфиль. Да. Так, Галина. Прекрасный, элегантный, как обычно, образ истинной петербурженки. У меня еще есть один секретик, но я уже там покажу, здесь не буду. Значит, что на мне? Новое пальто от российского бренда Lisselle. Я сейчас ездила в Москву, прикупила там себе вот такое пальто. Без подклада, шерсть, очень интересный крой, завышенная талия, ноги удлиняются, накладные карманы. Так, да супер, конечно. Я, кстати, знаю этот магазин, он очень хороший. Их два в Москве. В Санкт-Петербурге нет этих магазинов, еще есть в Красноярске. Вот, ну, у нас многие торгуют этим брендом, даже вот по соседству московский универмаг. Так, вот, значит, кольцо красиво, 365, это Уна. Уна до Синкуэнта, ну, это вот у нас с тобой одинаковые такие, да? Ну, Серги тоже у себя только в золоте. Серги у меня теперь тоже такие золотые только есть. И сумка. Сейчас еще сумку. Ну, это итальянская старая, еще в Брутоне. Просто под крокодила, да. Ну, это корова, как оказалось, не крокодил. Значит, и на мне... Кроки. Я тебе открою секрет, у меня такой же жилетик. Я сегодня думала, а не надеть ли мне его? Вот было бы интересно, у нас с тобой очки одинаковые еще. В следующий раз мы так сделаем. Да, не говори. И вот креп шифон, этот костюм. Двойные брюки вот эти вот их прикольные. Слушай, я их ношу уже года два, наверное. Ничего с ними. Я просто немножко там зацепила внизу, но отнесла в отеле, мне подшили, подрезали, подшили, и все было хорошо. Ну, я уже, знаешь, что присмотрела? Серые, там у них появился серый цвет. Да, 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 серый и голубой. Я его тоже на его глаз положила, да, да. Маринка, так нельзя. Причем костюм надо, костюм надо брать. Так нельзя. А то мы с тобой как эти сестры-близнецы, только разницы. Да, вот такие вот сравнения у меня. Да. У Галины элегантные, лакированные. Ну, видишь, они тоже, надо им уже поискать замену, к сожалению. Да, ну, они прекрасно выглядят. Слушай, да нет, 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 они прекрасно выглядят. Ну, что, а очки у тебя, что это? Очки, не помню, какие-то, но, ну, понятно. Ну, что? Ну, оптика лайм. Оптика лайм у меня здесь вот с собой. Ну, оптика лайм, мы сейчас посмотрим новинки. Может, ты попримеряешь? Ну, и, конечно, главное, мы должны познакомиться с Марусей. Да, побежали. 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 Так, так, о, ничего себе. Это, я теряю дар речи, перед нами солнце. Женщина солнце. Женщина круг, квадрат и сияние. Ух ты, ничего себе, такие подушечки. Дорогие друзья, так, ну, вы же Маруся. Я Маруся. Вы та самая знаменитая Маруся. Относительно. Дорогие друзья, ну, я вам говорила, что это знакомство будет просто бомбическое. Я надеюсь. Ну, что, Маруся, расскажите о своем образе дня. Ну, сегодня солнечный день, и мне хочется солнечности добавить и настроения. Мне кажется, нам всем не хватает позитива. Поэтому яркие краски всегда добавляют позитива. Ну, вам удовольствие. Ну, расскажите, у вас очень оригинальные очки. Вы не боитесь носить самые дерзкие, смелые, да, как я поняла? Я не боюсь, потому что мне нравится. Мне нравится все необычное. Наверное, такая форма, она тоже необычная. Цветовая гамма вас не смущает. Нет, это абсолютно. Здорово. А что у вас за серьги такие интересные? Ну, это... Подождите, тихо-тихо-тихо. ...ювелира. Так. Влад Багирян есть такой, который ювелир от Бога. Он, конечно, сделал мои профессиональные серьги. Вдруг забуду ложку и кастрюльку. Почему грузинскую? Потому что я являюсь носителем культуры. И считаю, что в генетике у меня в королеве все-таки заложена своя культура. Хотя у меня их две. А вторая такая? Не только грузинская, а вторая русская. Здорово. Ну, у вас есть рестораны же в Питере, да? Мы можем к вам напроситься в гости? У нас тут эта женская компания. Конечно. А почему только женская? А, да? 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 Здорово. Я вообще, конечно, в восторге. А вот эти вот балетки с подушечками, бантиками? Это сингапурский бренд, который в России не представлен никогда был. То есть вы в поездке купили, да? Да, я в поездке люблю этот бренд. Здорово. И вот такой вот, ну, это даже не костюм, да? Это брюки, брюки лайм, да, такой? Кстати, цвет лайм. Брюки лайм. Брюки лайм. Да, приятно, что брюки лайм. А, Маруся надела специально брюки лайм, чтобы вам, так сказать, угодить. Андрей, вот так вот вы. Вот так вот, да. Ну что, очень классный наряд, футболочка. Ну, и я, конечно, понимаю, Маруся, что вы пришли выбрать. В свой рай. В свой рай. Потому что, конечно, у них же здесь вот эти вот, пойдемте, посмотрим, вот это их коллекция в Бразилии, Ластрада. Чего только нет. Чего только нет. Выбираете какие-то, расскажите, какие бы вам хотелось выбрать. Я не особо люблю крупную оправу, потому что считаю, что к моему крупному лицу не особо они подходят, поэтому я всегда выбираю себе более маленькую оправу. Да? Ну, что бы вы вот выбрали здесь? Вы уже присмотрели что-то? Я уже знаю, куда мне идти, даже не поверите. Ну, да куда, куда, куда? Не поверите, я знаю, куда идти. И эта серия вот больше здесь, потому что здесь представлена. А, вот здесь? Дитановая серия, прежде всего, да. Здесь, конечно, очень оригинальная. Может быть, нет каких-то сумасшедших, дерзких цветов, но зато какие оригинальные формы, да. Формы, да, что необычно. Смотрите, какая оригинальная тоже форма. Да. Шестеральник такой. Смотрите, она вроде бы как круглая, а внутри многоугольник такой. Это вообще очень тренд сейчас актуальный. А здесь вроде бы как кружево, да, в стекле. Но это не стекло, конечно, пластик. Ну, очень здорово. А вы не примерите вот этим примером? Примерю, конечно. Я посмотрю, как вам. Ой, мне кажется, здорово. Здорово. Они очень удобные. Точно видно, что очень хорошая оправа с точки зрения качества. Здесь даже без вопросов. И легкие они. Это же титановые, да? Нет, это титановые. Ну, кто его знает, знаете, может быть внутри пластика, титановые или еще что-то. Титановая вот серия здесь. Современные одно. Это же просто ровно и в чём. Да, да, да. Если смотреть, смотрите. Здесь есть. А вот тоже какие необычные, да? Вот такие тушки. Титановые, конечно. Смотрите, есть. Это новинки, да? Андрей, я таких не видела у вас раньше. Да, тут что-то есть новинки. Эти вот тоже мне сегодня к моему бразильскому образу подойдут, да? Да, по цвету в самую разу. Какие интересные. Маруся, вы нам не показали один из самых главных аксессуаров. Кто это вообще там автор? Кто это? Кто это? Я не вижу. Не вижу. Там можно прочитать? Что это такое? Какая необыкновенная сумочка. Расскажите, что это такое? Это как раз-таки обувь и сумка. Где вы её откопали? Ну, это сингапурский бренд, который не представлен. А, давайте его к сумочкам тоже. Ой, к туфелькам. Здесь самое интересное, у всех сумок есть свои ножки. У нас всё время проблема, когда же деть сумку, и здесь можно поставить на ножки. Поставить на ножки. Здорово, здорово. Мы стоят в частную коллекцию. Дорогие друзья, ну, вы поняли, да, какой бриллиант сегодня появился на моём канале. Здорово. Ну, мы к вам набросимся, Маруся, набросимся. Обязательно, обязательно. Надеюсь, да всё. И так я уже выбрала вот наименее те очки, наиболее те очки. Да-да-да, я вижу, что тут мне бы идеально подошли бы, я прям уверена. Именно к этому образу, да? Ну, я даже, я считаю, что любой из этих очков мне бы подошли бы, причём не только к этому образу, вообще всегда. Здесь вот как раз-таки идёт титановые дожечки. Это титановые новые, да, Андрей? Да, титановые, да. Ага. Я думаю, что это очень интересно. Вам идут, правда, такие очки. В разном цвете, поэтому можно... И там ещё на дужке тоже такой вот жёлтенький, то есть перекликаются. Поэтому мне кажется, что это очень интересно. Я бы точно выбрала себе такие бы. Ага. Причём цвета есть разные. Здесь можно и лимонные, и сиреневые, я смотрю, есть. Поэтому можно выбрать по цвету, по настроению. Я считаю, что вот такие очки тоже всегда должны быть, потому что они... Прозрачные. Прозрачные. Ой, но зато какой красивый многоугольник. И они необычные тоже. Необычная форма. Достаточно тонкая. Зато к любому цвету подойдут. Тоже самое. Кстати, классные. Ой, Андрей, какие они классные. Мне нравятся. Вот. Я любитель, ещё раз повторю, маленьких очков. Угу. Ну, они вам идут. Мне бы они тоже можно использовать. А вот, кстати, очки, которые, может быть, подойдут и тем, у кого довольно-таки крупные лица, потому что у них вот эта перемычка, как она называется, да? Переносится. Переносится. Она широкая. Угу. Потому что обычно, ну, часто бывает... А тут здорово. Надо будет примерить. Очень понравились вот эти, потому что здесь... Оригинальные, я считаю. Они очень оригинальные за счёт своего цвета. Угу. Серые внутри. Оригинальные, позвольте, я сниму. Они прямо оригинальные, реально оригинальные, потому что серый цвет внутри, чёрное оправа, мне кажется, очень оригинальным смотрится. Серый такой дымчатый какой-то, да, такой матовый. Притаю, что очень красиво. В какой-то момент они даже в белый цвет отражаются. Потому что у вас ещё лицо загорёт. Ну, загорёт. Сейчас, сейчас, после лета, мне кажется, у всех. Ну, конечно. Нет, не у всех. Нет, прям, не загорает. Очень такой фаворит. Фаворит прям. Фаворит. Вот эти очки. Они чёрные, да? Они прям чёрные. Ну, форма какая необыкновенная. Сами круг, а внутри они даже круче, чем шестиугольник. Они шестиугольник внутри, а снаружи они круглые. Мне кажется, очень оригинально. Необыкновенно. Под красивые бровки были. В которых у меня сейчас нет, будет очень красиво смотреться. Почему у вас хорошие бровки? Хорошие бровки. Поэтому точно. Вот это то, что, конечно, здесь, мне кажется, часами можно провести. Я однозначно подобрать себе оправу, потому что меня лучше быстрее уводить. Уводить отсюда, потому что я жуткий шипоголик. Ну, вот тоже, смотрите. Ой, вы наши люди. Посмотрите. А вы знаете, у нас с Галиной такие уже есть. Это наши фавориты. Мы уже давно с ней носим. Иногда на одном видео прямо вдвоём в таких. Очень оригинальные очки. Очень оригинальные очки. А вы примерьте их, кстати, как они на вас будут смотреться. Оранжевым бы посмотрим. Потому что я любитель всё-таки ярких цветов. Так как нам иногда в жизни не хватает ярких красок. Здорово. Здорово. Тоже очень оригинальные очки. Здорово. А на работе вы в очках работаете? Я всегда работаю, потому что уже это не только красота и аксессуар. Это необходимость. Поэтому, конечно, у меня там стоят линзы. Да, ну вы поняли, да, какой тут клондейк. Тоже красивый. Вот сложная, видишь, какая-то тоже Наталья, которая показывает. Я только что показала, мне привезли из Ниццы, только ещё не видела. А вот какие красивые цветы такого вина. А я же только что их вот и мерила. Вот, кругленькие, маленькие. Вы какое вино любите? Я белое. А ещё больше люблю крепкие алкогольные напитки. Не поверьте. А, это же те, которые вы мерили уже. Да, и я сказала, что там широкое... Они тоже очень интересные. Понятно, что под тип лица надо подбирать. А померите, пожалуйста, вот эти. Мне у них очень цвет понравился. Как вам такой баклажанчик, да? Похожие, да, были. Баклажанчик. Они будут гораздо лучше, нежели, чем вот эти. Да, 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 да. Ну, вы нашли для себя вот... Ну, факты, я уже чётко. Я иногда... Вас уже, наверное, по нему знали. Я понимаю, какие маячки. Здорово. Дорогие друзья, ну что, снимем обзор новой коллекции? Новой коллекции, да. Галина, ты уже... Вы уже примерила. Новая коллекция? А это вот как раз она, да. Это лимитированная коллекция. Титан. Называется ультралимитед. Чем она необычная? Каждая модель в единственном экземпляре выпущена в своём моде. А, то есть они по одной штучке? Да, это ультралимитированная коллекция. Каждая по одной. А зачем вам так это выгодно? Это... Это же невыгодно. У нас такая фишка. Да? Что только у вас и ни у кого лучше. Это, в принципе, есть в России только у меня. Это что тут, металлический? Это титан. Это полностью титан. Не силикон вот это, да? Даже носовые упоры, они титановые. Вот эти. Я не знаю, я не вижу себя, но они какие-то очень-очень удобные. Лёгкие, невесомые, удобные. И вот из-за этих носоупоров ещё. Это высококачественные. Ну, они все такие, знаете, классика. А есть такое что-нибудь, чтобы... Есть. Ой. Вот эти вообще. Удобные, да? Очень. Угу. Галина, потом посмотришь на видео. А почему они такие... Лёгкие? Такие лёгкие. За счёт титана. Это материал. Ну, у меня тоже титан. Очень лёгкий, очень прочный. Это титанистый титан? Титанистый титан. Это, ты хочешь сказать, даже легче твоих? Легче, чем мои. Вряд ли, Галина. Я думаю, что то же самое. А, ваши может быть там... Ну, там просто линзы уже у тебя стоят. Ну, там линзы много не весят же, все равно. Ну-ка, повернись, как они надо. Ну, тебе, как всегда, всё идёт. Сейчас я... Я ж тут ещё ткаченко, видишь, решила добавить. Да-да-да-да-да-да. Сейчас же модно. Да. Чуть-чуть красного добавить. Крати смешивай. С ткаченко с красивой 3,6,5 и с оптикой лайм. Да, миксуем тут всё. А вот это класс, да, с верхней перекладины, здесь двойная перекладина. Вы хоть не зеркало дайте. И черепаха будет зеркало. А то я не вижу себя. Ну, как тебе? Симпатичный. Мне вот, честно говоря, вы когда будете выбирать в следующий раз, они крутые. Но выбирайте без этой перекладины. Это сейчас... Тренд. Тренд сезона. Вообще такие очки изначально давным-давно были сделаны для мужчин. То есть, признак мужской оправы был, это двойная перекладина. Но сейчас всё сгладилось, и вот теперь женские тоже такие дела. А, ну так женщина может своим мужчинам покупать такие заказы. Во-первых, у нас есть... Одно на двоих. Мы просто сейчас их не примеряем, но у нас есть из этой коллекции титановые и мужские тоже, да? То есть, если... Ну, я же мужу заказывала у вас эти титановые. Да, 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 титановые такие же, облегчённые, лёгкие. И тоже они у него под этого самого... Черепаха. Черепаха, да, только без перекладины у него, да? Без перекладины. Да, 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 там классические. Ну, те удобнее. Удобнее, да? Те удобнее. Мне лично. У всех же по-разному садишься. Мы же обзор делаем. Марин, потом ты примерь на себе, как вот... Да, я даже знаю, какие Марине придут. Да, ну хорошо. Я есть. Мне маленькие жачки не очень идут, поэтому... А там есть вокруг нее. Да, ну хорошо. Но мне вот эти тоже нравятся. Но на Галине всё хорошо. Всё, всё хорошо. Слушайте, а вот бывает такое, чтобы они были титановые, лёгкие, но поэффектнее оправа? А вы знаете, к сожалению, титан, он в своём, вроде в своём минималистичен, да? Потому что крупные титановые очки не делают, да? То есть вот у нас и представлена коллекция, которая крупная, которая цветная, но она из полимера. Титан, он, как правило, вот такой вот тоненький, маленький, лёгенький. Вот то, что мы сейчас примеряем, это всё новая коллекция. Это новая. Это всё по-разному, что всё лёгкие. Вот по сравнению с этим эти как-то... Они в такой же цветовой гамме, то есть по большому счёту такие же, только в другой форме. Ну хорошо прям глаз открыт, да, Марина? Да, да, да. Ну из нашего обзора я поняла, что есть большой выбор, да, на любой вкус. И сейчас... Кому-то что-то не нравится. Сейчас есть возможность... Я хочу сказать, что, конечно, очень удобные по посадке всё-таки. А вот видите, как у нас трёховые упоры, обычно они силиконовые идут, а тут они титановые. Я же сегодня пришла с очками неудачными, и вы мне их... И мы их сделали? Ну вы их сделали, попытались сделать. Ну вот эти дали... Всё, чтобы эти дали не будут. Да. А те вы видели, как врезались? Да. Да, да. Врезались, ужасно, ужасно. Тут такая проблема исключена. Это как раз-таки вот эти модели выпущены для тех людей, у которых есть проблема с тем, что давят носовые упоры. Ну, мы уже говорили об этом и раз. Вот эти... Здесь такой проблема. Смотри, да? Какое светлое лицо сразу вот. Из-за того, что она золотистая, да? Как-то вот отсвечивает светлым такое. Не знаю, как это. Но ты же редко золото носишь. Я редко. Ну, можно и так сказать, и попробовать. Почему нет? Слушай, ну она даже не сказать, что она такая сильно золотая. Да, она такая, шампань какой-то, да? Да, такой. Благородный. Благородный, да. Нету вот этого блеска, ни розового цвета. Да, ни самого. Потом еще хочу показать вот эту модель. Мне вот эти нравятся. Галин, могу вас попросить, вот отсюда подденьте наверх пальцем. Сейчас снимайте эту. Так. Вот я держу, подденьте, нет. Я что-то сломал у вас. Ничего, ничего, ничего. Вот отсюда просто пальцем подденьте. Вот так? Да, да, да. Поддевайте, оп. То есть вы видите заушник? Вот, оп, вот так вот делаем, да? Господи. Вы совсем ленивые. Но они такие правильные, такие классические. Вот кто любит классическую форму, да? Да, и матовый цвет золота интересный. В сочетании с черным металлом. Такой он строгий. Опять же, делаем. Оп. Весь вечер на манеже. Такая же модель, как в другом цвете. Предлагаю отметить, съездить в ресторан к Маруси. Я за. Попробовать хваленые хинкали. Сколько конвертиков, стежков 21? Да. Да, она сказала, да? Да, они же вот такие. Они же вот такие. То есть их прищеплены, вот когда собирают хинкали, да, вверх прищепывают. И она сказала, что стежков 21 штука. Ой, ничего себе. А я открою секрет, никогда не пробовала хинкали. Хотя очень люблю грузинскую кухню. Но я всегда шашлынки у них там заказываю. Слушайте, по-моему, идеально к моей жилетке. Да. И из-за цвета, вот как все-таки цвет важен в оправе. Ушла строгая сразу, да? Да. Вот стойно, оправа. Появилась мягкость образа. Хотя краски холодные. Они и по форме, и по содержанию невесомые. То есть я вот даже смотрю, и как будто их нет на лице. Да, и вот это как-то перемычка, которая вот на той бросалась, а здесь она прям хорошо. Хорошая, да? Можно даже губки поярче, и я вообще тогда оправа разговариваю. Галина, вам надо вообще. Я же еще признаюсь тебе, я же такой фанат очков стала. Ну, потому что мне нравится, как я в очках. Как мы раньше жили с одной оправой. Да, я маленько теперь стала покупать имиджевые очки. Да, это уже точно. Потому что у меня же очки, вот ты носишь постоянно, а я ношу только для чтения. Близи, да. А я хочу носить постоянно. Я теперь покупаю имиджевые очки, вставляю туда нулевые стекла и хожу. У нас клиентка вот буквально два дня назад жаловалась, я как раз здесь тоже была, она говорит, Андрей, ну как вам не стыдно, говорит, зачем столько очков, говорит, я не знаю, что мне делать, говорит. Раньше, говорит, были одни круглые, другие квадратные, и все, говорит, вариантов у нас не было, говорит, и она пришла, говорит, я не знаю, что мне выбрать. Ну, зато у меня теперь в запасе есть оправы, если у меня что-то поменяется, я могу всегда вставить туда. И вы знаете, куда прийти. Да, и знаю, куда прийти. Ну, что скажете. Слушай, я не знаю, мне нравится на тебе. Почему ты решила, что тебе эти тонкие оправы не идут? Классическая модель. Ой, вот это вообще невесомая такая. Вот это очень удобная. Интересный дизайн. А мне роговые идут? Они сюда подходят к этому, да? Да. И к ботиночкам подходят. Вот это мне не нравится. Да? А она более, наверное, даже можно проявляться. Да? Как-то не по-блогерски, Марина, не по-блогерски. А вот это по-блогерски. Слушай, ну это такая, ну понимаешь, вот эти черепашка, она всегда смотрится дорого как-то и интересно. Круглую. Круглую, Марина. Мне вообще очень нравится, но мне кажется, они круглые не идут. Посмотрим. Не очень, да? Ну, так, да. Не однозначно. Ну, ты сама пересмотришь? Я пересмотрю обязательно. Ну что, дорогие друзья, отправляемся, наверное, к Маруси. Напишите комментарии. Мы, по-моему, заслужили. Забивайте вопросы, а мы заслужили... 22 химкали. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok